Напомним, 18 сентября мы выпустили сюжет о том, что художественная школа под угрозой развала. Здание, где детей города учат рисовать, изношено временем. Поэтому и получается, что детская художественная школа выглядит, как в мультике «Просто квашено». Знаете, когда папа завешивал дырку картиной в стене, так и мы, наверное, скоро будем все свои проблемы завешивать картинами нашими детей. Благо, что они у нас, по крайней мере, хоть есть. Внешний вид художественной школы действительно оставляет желать лучшего. Крыша прохудилась, а крыльцо и не только его педагоги ремонтируют своими силами. Ведь школе нужно получать лицензию на обучение детей. И если еще и педагоги отложат в дальний ящик проблемы здания, то от школы останется одно название. При создании сюжета про художественную школу мы составили официальный запрос в администрацию города. Включили же в него вопросы о том, есть ли в бюджете средства на ремонт школы, нужна ли она городу. Кто-то вообще проверял это здание на изношенность. Это было 11 сентября. Администрации города давалось 7 рабочих дней. И вот на дворе уже 29-е, а ВОЗ и ныне там. Тем временем, одна из газет города также напечатала статью о проблемах художественной школы. Им ответила Ольга Штейн. А начинаются ее слова. Так. Прежде всего, необходимо отметить, оснований для незамедлительного проведения ремонта детской художественной школы нет. Эти слова задели директора школы Ирину Гришаеву. И на своей странице в социальной сети ВКонтакте она написала следующее. «Я, конечно, понимаю, что мы уже надоели администрации, как кость в горле. Но такое вранье просто меня злит и бесит». К своему тексту директор художки прикрепила и фото крыши, откуда пару дней назад отвалился кусок шифера. Что же будет дальше? Этот вопрос скорее можно уже отнести к риторическому. А мы продолжим следить за развитием событий и ждем ответа от главных лиц города. Евгения Константинова, Максим Перелыгин, телекомпания Сольдовая.